Продолжается эпопея с Prius, вот здесь у края как мы видим уже закончил, здесь мелочь осталась, а вот эти вот вмятины у нас находятся под усилитель, вон там, мы видим, доступ вроде есть, вот здесь только узкое место, но мы будем туда залезть крючочками. Крючочки у нас либо вот такие китовые или ласточкины хвостики, либо вот такие вот. Сейчас потом возьмем вот такой крючочек кривенький и попробую я им поковырять. Как мы видим великолепно туда заходит крючок, вот маленький он как бы не очень уверенно в руке лежит, я сейчас крючочек, который побольше, и он вроде удобнее, вот такое вот окончание. Вот тут я подгнал, как видно, вот этот крючок бедный ему вообще от жизни досталось, в разные неудобные места я его по 10 раз тут перегинаю, да надо подлазить, он тут уже весь перегнутый, по 10 раз. Вот и ничего, все нормально, вот все работает, как мы видим, вот нащупал это вверх, уберем ее, ковыряем, и она потихоньку, потихоньку выходит. Выходит. Вот рядом следующее. Что-то со светом, свет моргает. Вот здесь, к сожалению, вот эти две вмятинки, как раз... вот она, вот она, которую мы видим, вот это, как раз вот здесь, под герметиком. Ну ничего, сейчас расковыряем и продолжим. Вот, это я к тому, что неудобных мест не бывает, даже вот оно место есть у нас, на краю винта. Сюда тоже надо и можно долазить. Казалось бы, как сюда долезть? Да, очень просто. Берешь вот какой-нибудь хитрый крючочек с загибом и раздаваешь. Сейчас посмотрим. Да, как видно, вот он, он дождьет до края элемента. Вот, и что есть. Ребята, кто думали, кто делали эту машину, думали, а тут сюда, возможно, придется залезть, делать град. Так что все в порядке, продолжаем работу. Интересный момент. На краях элемента почему-то висит в углах. Любят собираться вмятины, как специально. Почему так? Там, в принципе, вот здесь усилитель вот так идет, это в средине усиление. Как бы. Ну, что делать? Надо их убирать. Ну, вот и куда все делось. Маленькие артефакты, конечно, еще и есть. Тут нагрубую сделано. Вот, в кориде тут покрытие, как бы, нарушено. Вот тоже видно, да? Наверное, птичек после их экскрементов. Такие вещи остаются. Проедают. Ну, в общем, получается нормально. Вот это уже мелочь на улице будет трудно разглядеть. Я еще доработаю. Ну, вот первые, как говорили, ласточки. Вот сюда дальше мы видим отражение. Тут крыша, кстати, интересная. На ней вот таких. Она, как бы, из трех частей состоит. Вот здесь один такой. Купец идет через крышу и второй. Но дело не в этом. Вот смотрим. Так, подровнялась и здесь эта отражинка инструмента. Вот где у нас вмятины. Все вот даже хорошо видно. А вот он, вот это вот рубец. Вот, увиден. Она такая интересная фигуристая машина. Ну, что, продолжаем. Вот у нас вмятинки. Прям в ряд выстроились. Сейчас надо убрать. Ну, сначала вот эту. Вот, кучка, мол, я вмятин. Вот так вот. Сейчас будем дергаться и ровнять. И посмотреть вот чуть дальше. Отражение инструмента сразу все видно. Да, что ж такое свет. То погаснет, то погаснет. Блымает весь день сегодня. Мешает работать, конечно. Ой, компьютер перезаграется. Ну, что делать? Видно, что светом где-то мкнет. Вот так. Очень хорошо вернулось все. Сейчас осталось аккуратненько все забить. Резкость почему-то слабенько наводит. О, получше стало. Ну-ка. Напрашивается тема следующего видео. Вот так вот делать. Под таким увеличением. Какая вмятина, когда увеличиваешь в 4-5 раз, ее гораздо лучше делать будет. Точно так же, вот как по принципу, вот кто работает с увеличительными стимиями, там, часовые мастера, там, или кто-то. Вот так гораздо лучше будет видно. И центр вмятины, и края. Интересно бы попробовать. Как это получится. Вот так вот. Единственное, а вот место, ну это, сейчас сниму поподробней. Это сквол. Вот мы видим. И причем давнейшим уже успел поржаветь. И рядом маленькая вмятинка в нем. Так. Фокус хочет наводиться. Вот. Видим, там и поржавело. Но тут сколов много. Машинка по трассе ходила много и долго, поэтому... Вот. Ну, а в остальном, во всем... Вот, мельчайшие там остатки остались доработать острым крючочком. Ну, а так уже нормалек. То есть, это уже на чем остается. Ладно, продолжаем дальше. Там он еще есть над чем поработать. доработать. Вот, вдаль, если глянуть. Хотя бы сегодня постараться половину крыши доделать. Ну, получится, не получится, что делать. Уже практически 7 вечера. Торопиться не будем. Будем работать потихоньку, не спеша. Вот, что сегодня удалось сделать. Здесь еще немножко вот наделано. Просто на улице ладно, а тут меня соседи ребята могут подвезти. Поэтому я вот у восьмого убегаю. Завтра будем доделывать.